День гражданской обороны Александр Викторович, 4 октября, я знаю, для вас это дата, но тем не менее, встречать вы ее начинаете гораздо раньше, потому что есть определенные мероприятия этому посвященные. И если можно, немного расскажите все-таки, что такое гражданская оборона для тех, кто может быть с этим понятием не очень хорошо знаком. Ну, гражданская оборона изначально корни берет свои с 1932 года, значит, в этот день, 4 октября, значит, Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне, именно противовоздушной обороне, потому что она имела свое назначение защита от авианалетов вражеских и так далее. И, соответственно, по разграничению территории, значит, данная оборона, противовоздушная оборона, она как бы разделилась и стала иметь название местная противовоздушная оборона, то есть МПВО, если сокращенно переводить. И в дальнейшем уже по развитию именно всей этой системы от МПВО мы уже плавно перешли гражданская оборона Советского Союза и, соответственно, сейчас гражданская оборона уже Российской Федерации. Ну, так как с 1932 года времени прошло достаточно много и мир сильно изменился, поэтому, если можно, расскажите, что сейчас, насколько сейчас актуально это понятие, что в него входит, понятие гражданской обороны? Да, мир изменился, соответственно, изменилась и тактика ведения войны, и, соответственно, изменилось и оружие, и масштабы проведения этих, сейчас это называется, военных конфликтов. Это вот в соответствии с последними изменениями в федеральный закон 28-го гражданской обороны. Это наш основной документ, которым мы руководствуемся. И в этом документе, значит, уже прописано, что не военные действия, а именно военные конфликты, которые проводятся. И, естественно, формулировка звучит немножко по-другому, что гражданская оборона, это уже стала системой мероприятий по защите населения и территорий, значит, при введении военных конфликтов или следствия этих конфликтов. А также добавилось еще такое мероприятие, как при ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. То есть, если раньше гражданская оборона, она имела, значит, свое назначение именно в военные, в военное время проводились мероприятия, то сейчас уже она более расширилась и, соответственно, применяется и при ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера по всей территории Российской Федерации. Ну, понятно, что военные действия, к сожалению, мы к этому привыкли, да, они постоянно где-то в разных уголках ведутся. И все-таки от Дальнего Востока, слава богу, эти горячие точки далеко, но все-таки есть и вещи в рамках гражданской обороны, которые касаются именно нас, амурчану. Если можно, расскажите, что для нас, для нашего региона характерно в этом понятии? Ну, для нашего региона, слава богу, что у нас военных действий никаких не ведется, но, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Вот. И если конкретно по направлению чрезвычайной ситуации разговаривать, то у нас, как бы, эти моменты присутствуют постоянно и всегда. То есть у нас есть определенные риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Для каждой территории они, конечно же, свои. Ну, вот на нашей территории, на территории Амурской области, соответственно, есть химически опасные объекты, есть критически важные объекты тоже, которые являются опасными производственными объектами. Также у нас есть из потенциально опасных объектов гидроэлектростанции несколько, которые также, соответственно, представляют определенную угрозу. То есть вот эти вот риски, вот эти моменты, они, скажем так, циклические, носят циклический характер. Но, тем не менее, прогнозирование идет, постоянно все эти моменты у нас учитываются, именно по времени и масштабу происхождения той или иной чрезвычайной ситуации. И, соответственно, уже на следующий год мы уже примерно ориентируемся, что, возможно, может возникнуть та или иная чрезвычайная ситуация. Ну, из чрезвычайных ситуаций, какие у нас основные? Ну, мы все хорошо знакомы, да, паводок, это вот из недавнего. Химическая, значит, защита. Лесные пожары, кстати, они что-то относятся, да? Лесные пожары, да, это у нас обычно весенний-осенний период, поэтому очень большие усилия прилагаются для того, чтобы с ними бороться. Соответственно, большие финансовые затраты. И гражданская оборона, как для населения, обычно предлагает в виде памяток, в виде личных бесед осторожно относиться к огню, особенно в эти пожароопасные периоды, и, соответственно, принимать меры соответствующие, чтобы не допускать развития такой чрезвычайной ситуации. Александр Викторович, я знаю, что в связи с мероприятиями в рамках вот этого дня, да, вы обязательно заходите в школу, потому что я тоже считаю, что, наверное, учить нужно именно с этого возраста, вообще, начиная, наверное, еще с детского сада уже обучать необходимо. И не так давно, кстати, у вас вот в 15-й школе прошли, как правильно называть, соревнования, да, по гражданской обороне. Если можно, расскажите вообще, какие, что это за традиционные мероприятия уже, куда вы каждый год приходите в обязательном порядке? Да, это очень большой, да, также комплекс мероприятий, и начинаем мы приучать наше молодое поколение именно с детских времен, со школьных времен. На базе 6-го лицея у нас созданы профильные классы, с которыми наши специалисты периодически также проводят занятия по основам безопасности жизнедеятельности, по противопожарной подготовке. Также летом привлекаем, значит, детей в лагеря юный спасатель, юный пожарный, то есть профессиональные специалисты, профессионально проводят с ними данные мероприятия, все очень довольны, ну и, соответственно, в школах занятия проводятся. И вот у нас, когда начинается 4 октября месячник по гражданской обороне, вот в течение месяца мы также и различные семинары, различные встречи, и день открытых дверей у нас, пожалуйста, приглашаем, показываем, рассказываем. Я понимаю, что ученикам 6-го лицея точно-то очень повезло, у них такой праздник практически каждый день. А вот 15-й школе, я думаю, удивились очень таким соревнованием, тем более, когда вы мне рассказали, что там мы технику пригоняли специально, разворачивали, то есть все было очень серьезно. Хочется отметить, что данные соревнования у нас проходили при поддержке регионального отделения, значит, у нас Росоюз-Пас, вот именно в рамках движения школы безопасности, то, что я сказал. Также дети были очень-очень заинтересованы, с ними проводились вот эти все мероприятия. Очень интересно, вызывает очень большой интерес у детей данное мероприятие, и видно, что они заинтересованы и дальше развиваться в этом направлении. Александр Викторович, остальные завидовать начинают, просто белой завистью, что у них в школе нет. Вообще, в принципе, это возможно ли как-то вот в разных школах проводить городские? В принципе, конечно же, это все возможно. Необходимо, если есть желание такое у родителей, если есть желание у состава, директора, учителя и так далее, проводить вообще, чтобы у них на территории их заведения, на территории школы были такие классы, организованы. То есть, инициатива в этом случае, да, она главная? Мы всегда готовы оказать содействие, помощь и проводить занятия. Александр Викторович, не могу не предоставить вам в конце эфира возможность поздравить коллег, потому что я знаю, что их много, и тех, кто уже, может быть, и не в строю, но тем не менее болеет. Ну, я вот, пользуясь случаем, хотел бы пожелать здоровья, в первую очередь, нашим ветеранам, которые отдали свои годы, свою молодость, делал именно гражданской обороны, потому что, еще раз повторюсь, что гражданская оборона, вот, особый период, это Великая Отечественная война, и был проявлен массовый героизм именно как гражданина человека, который занимался, и не был задействован в каких-то регулярных войсках, а именно вот как гражданин оказывал помощь таким же людям, как и он, и защищал, в общем, свою территорию. Всем, всем ветеранам здоровья, долгих лет жизни, ну, и нашему личному составу. Также хочу поздравить с 84-й годовщиной гражданской обороны, успехов в службе, достижения, роста, ну, благополучия в семьях и всего-всего самого хорошего. Александр Викторович, я вас поздравляю, спасибо большое, что пришли к нам на эфир. Спасибо. Яна Пенаш, сегодня с гостей был Александр Пантелеев, заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России Памбургской области. Вы смотрели в центре, внимание, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok